Сейчас в Центре амбулаторной онкологической помощи трудятся 4 врача-онколога. Каждый принимает порядка 20 человек в день. За два года здесь было проведено 1170 химиотерапий. В этом году планируют провести более 900 таких процедур, дополнив терапию двумя новыми препаратами. Стационар оснащен 10 койками. Пациенты онкоцентра могут получить практически любую помощь. То есть так удобно устроен Центр амбулаторной онкологической помощи. Пациент, зайдя сюда, может сдать этот анализ крови, получить консультации специалистов, невролога, хирурга, кардиолога, также здесь расположены, на нашей базе принимают. Онкоцентр максимально приближен к диагностическому отделению областной больницы номер 3. Поэтому пациенты за короткое время могут пройти необходимые дообследования, включая забор биоматериалов, рентген, МРТ и КТ-исследования. В Центре занимаются всеми видами онкопатологий. В основном это опухоли молочной железы, опухоли легких, раки простаты, раки женской половой сферы, опухоли брюшной полости, почек, забрюшинного пространства, мягких тканей, опухоли кожи. Специалисты напоминают, что существует первичная и вторичная профилактика онкозаболеваний. Во-первых, нужно заниматься лечением хронических заболеваний, чтобы они не переросли в онкопатологию и вообще пристально следить за своим здоровьем, особенно в старшем возрасте. Поэтому призываю всех вовремя проходить медосмотры, потому что даже тот же самый анализ крови, который издается, появилась, предположим, анемия. Значит, причину надо искать. Если это не железодефицитное, иногда анемия развивается на фоне заболеваний онкологических. Чаще всего онкопатологию обнаруживают у людей предпенсионного и пенсионного возраста. Есть и случаи заболевания у молодых. Сейчас на диспансерном учете состоят порядка трех тысяч таболиков и жителей района. Врачи отмечают, что в случае своевременного выявления заболевания шансы на выздоровление достигают 99%. Елена Макова, Рустам Рузеев, Тобольское время.